Точка Ньюс Меня зовут Слава Никитин и мы начинаем. Точка Ньюс Если вашей детской мечтой было улететь подальше от всех в открытый космос, еще не все потеряно. На концертах Элвана народу, конечно, много, зато атмосфера космическая. Всю жизнь, мне кажется, я готовился к сегодняшнему дню. Покатавшись по России, приехали назад, вернулись домой и сегодня будем делать. На концерте Элван и полетать успел, и публики на стропах спустился. А по трек Тигр, который рэпер, между прочим, посвятил своему боссу Тимоти, на сцене появился сын артиста, которому с пеленок читали не сказки, разумеется. Тигр и Василий знает всегда свою цель. Каждый день в Канаде. Мой братан Тигр забирает всегда свое. При этом Лёва признается, что заставлять своих детей идти по его стопам никогда не станет. Я по жизни их вижу счастливыми, это самое главное. А в каком амплуа, я думаю, они сами для себя определятся. Спорт, театр, кино. Мои родители приняли выбор, что их сын стал рэпером. Я думаю, это для них намного сложнее было. Поддержать артиста в этот день приехал не только Горозия-младший, но и иностранные гости из Америки – Жасмин, совместная работа с которой также вошла в альбом «Гравитация». Да и вообще, эта пластинка отчасти иностранный продукт, так как рэпер писал ее в Амстердаме, и ему там понравилось. В Москве очень трудно писать альбом, потому что постоянно нужно куда-то ездить, и постоянно в работе очень много отвлекающих факторов. В Амстердаме можно было просто сосредоточиться на творчестве, никуда не торопиться, спускаться с крыши вниз и творить, и творить, и творить. В этот раз это был Амстердам, в следующий раз, может быть, это будет Лос-Анджелес, посмотрим. Друзья, у вас есть уникальная возможность попадать на концерты Левы абсолютно бесплатно. Участвуйте в предконцертных розыгрышах, проходящих в социальных сетях звезды. И, может быть, именно вас кумир лично привезет на свой следующий концерт. Эл-Ван сказал, Эл-Ван сделал. Всем привет, это Эл-Ван, а это жара. Бау! Точка Ньюс В Великобритании женщина 33 лет вышла замуж за финансиста. На торжество, вылившееся в 39 миллионов рублей, были приглашены 350 человек. Казалось бы, обычная новость для Москвы. Тут бывают свадьбы, мягко говоря, похлеще. Но речь идет о королевской семье и Пипи Миддлтон. С тех пор, как Кейт вышла замуж за принца Вильяма, ее сестре, хочешь не хочешь, пришлось стать членом королевской семьи. Она, конечно, хотела. Соответственно, и свадьба ее стала чуть ли не самым ожидаемым событием года в Туманном Альбионе. Пока все смотрят на наряды звезд в Каннах, взоры британцев обращены на свадебное платье Пипы. И оно не подвело. Двухметровый шлейф в стиле королевских свадеб. Ах, да, совсем забыли про жениха. Им стал мультимиллионер Джеймс Мэтьюс. Принц Гарри на церемонии, кстати, появился один. Правило «нет кольца, нет приглашения» сработало для его подружки Меган Маркл. И в церковь ее не позвали. Зато, говорят, на вечеринке в честь свадьбы актриса все же появилась и задала жару. Точка. Ньюс. На одного зрелого артиста на нашей эстраде стало больше. В минувшие выходные Гоша Куценко отмечал юбилей. И если бы он не расклеил афиши по всему городу, вряд ли бы кто-то догадался, что ему 50. В Театре Российской Армии в эту субботу не успевали разливать шампанское. Потому что поздравлять именинника желающих оказалось очень много. Куценко в этот вечер спустил на своих гостей не один гонорар. Все, что я заработал в этом году, снимаясь за два года, я все потратил. Ты хочешь свет как можно лучше, больше света, ты хочешь больше звука. Но это не коммерческое предприятие, я так все и рассчитывал. То есть вы даже не рассчитываете, что он окупится? Нет, он не может окупиться, потому что я не продавал билеты. Здесь продана часть балкона и в амфитеатре мест 200. Ну и потом, на самом деле я скромный человек. То есть я первый раз в жизни вывешиваю себя просто так на улице. Когда-то еще никому неизвестным парнем Юрой он поступил в школу-студию МХАТ. И из-за своей картавости сменил имя на Гоша. А потом сыграл одну из ролей в фильме «Мама, не горюй». И влился в число самых популярных артистов. Юбилейный вечер праздновали под девизом «Гоша, не горюй». И правда, всего-то полтос. Ты сделал очень много к 50 годам, ты посадил не одно дерево, ты вырастил не одного ребенка. Ты прекрасный артист, прекрасный партнер, прекрасный человек, человек с большим сердцем. Гоша, не горюй. Твори, выдумывай, пробуй, делай, как всегда, все феерично. И с днем рождения. Гоша, любимый, не горюй, потому что тебе всегда будет 14. Пока коллеги и друзья лили медовые речи и признавались в любви, сам Куценко 5 часов отработал на сцене и развлекал гостей. В общем, как мог, отодвигал осознание возраста. Но горевать на самом деле и не собирался. Точка. Ньюс. Личная жизнь Алексея Воробьева такая интересная, что про нее даже сняли телешоу. А когда оно закончилось, Воробьев все равно продолжил жить по его правилам. То улечит подругу в измене и разнесет на весь инстаграм. То сделает массаж ягодиц незнакомки на пляже. А теперь опять 25. Ну или чуть меньше. Примерно столько лет новой зазнобе Алексея. И судя по фото, зацепила она артиста небогатым внутренним миром. Девушка по имени Кира сама выложила фото с Воробьевым. Но буквально через несколько часов удалила пост. Кроме совместного селфи на фоне кровати, в пользу Киры есть и находки папарацци. Те самые скандальные фотоматериалы с отдыха в Дубае. А Алексей Воробьев в последнее время так открыто демонстрирует свою личную жизнь, что все это больше похоже на театр. Так что девочки и мальчики не плачьте. Возможно, сердце самого сексуального холостяка страны все еще свободно. Обещаем узнать об этом в ближайшее воскресенье на «Жаре» в Вегасе. Точка Ньюс Ну вот и все. Вы узнали все самые интересные новости из мира шоу-бизнеса. Хотите добавки? Тогда смотрите «Жару» каждый день. Заходите в социальные сети. Внизу экрана видите наши аккаунты. И последнее. Помните, что с вами был я. Слава Никитин и «Точка Ньюс». Точка Ньюс Слава Никитин и «Точка Ньюс»